Приветствую вас, Кирилл. Если я правильно понял ваше сообщение, то вы пишете о том, что по какой-то причине вы обманули свою девушку, вот, после этого был негатив с её стороны, и она рассказала об этом негативе маме и бабушке. Вот. Которые стали относиться к вам негативно после этого. Далее вы с девушкой миритесь, и, соответственно, отношения её мамы и бабушки остаются прежними к вам. Я так понимаю, что ваш вопрос заключается в том, чтобы поменять отношения к себе мамы и бабушке, вашей девушке. Так вот, ответ здесь достаточно прост, на мой взгляд, он заключается в том, чтобы вы поработали с чувством стыда, которое вам не двигало, когда вы обманывали девушку. Вам необходимо признать то, чего вы следите, то, чего вы пытаетесь избежать, и после этого, да, самостоятельно донести до мамы и бабушки, если вам так важно их мнение, то, что вам не двигало. Вот. И что, по большому счёту, это единственное, что здесь можно рассказать. Вот. Что здесь, вот вы говорите, что делать, да, а что делать, чтобы что? Не, 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 не совсем, не совсем понятно, Кирилл. Что делать, чтобы что? Мамы и бабушки будут о вас такое мнение ещё какое-то время, а потом они успокоятся, поймут, что вы делаете их внучку и дочь, соответственно, счастливой. И всё потихоньку нормализуется, потихоньку, потихоньку, потихонечку всё нормализуется, вот. Но именно, что потихоньку, именно, что потихонечку. Вот. Это то, что я могу сказать вам. Это то, что я могу вам, вот, ответить. Именно, с точки зрения, фик-терапии, фик-терапии. Вот. Но для начала вам нужно разобраться в том, чего вы сытитесь или боитесь. Потому что вы не являетесь, как бы, целостным из-за этого, и, соответственно, отношение людей к вам будет меняться. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.